Добрый день, друзья! К ужину в нашей семье особое отношение. Вечером за столом собирается вся семья. Мы едим, обсуждаем, как прошел день у каждого члена семьи. И хочется, чтобы он был какой-то особенный, но в то же время вкусный. Сегодня поделюсь с вами интересным и простым рецептом, который однозначно понравится и детям, и взрослым. Для приготовления блюда на ужин нам понадобится рис. Я предпочитаю брать длиннозерный. Моем его, пересыпаем в кастрюлю, заливаем водой. Она должна быть на 1 см выше риса. Доводим до кипения, добавляем щепотку соли, уменьшаем огонь, накрываем крышкой, но не до конца, и варим рис 10 минут. А пока приготовим остальные ингредиенты. Два средних кабачка натираем на крупной терке. Вес двух кабачков 700 грамм. Весь список ингредиентов и точное их количество я напишу в конце видео. Натертые кабачки пересыпаем в большую миску, добавляем пол чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Далее займемся приготовлением фрикаделек. В куриный фарш добавляем 100 грамм лука, всыпаем черный молотый перец и соль по вкусу. Лук можно пропустить через мясорубку вместе с мясом. А можно мелко нарезать ножом, но это уже кому как нравится больше. Все хорошо перемешиваем до однородности. Еще один главный ингредиент в сегодняшнем нашем ужине это сыр. 200 грамм сыра натираем на крупной терке. Сыр можно брать любой. У меня сегодня вкуснотеево-сливочный. Кабачки постояли нужное время. Достаточно выделили сока. Теперь мы их хорошо-хорошо отжимаем и отжатые кабачки перекладываем в другую миску. Также к кабачкам добавляем отваренный и слегка остывший рис. Всыпаем тертый сыр. Вбиваем 2 яйца. Подсаливаем все. По вкусу добавляем черный молотый перец. И для более яркого вкуса я всыпаю еще 1 чайную ложку сушеного чеснока. Его кладите по желанию. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Далее берем форму для запекания. Размер моей формы 30 на 24 сантиметра. И смазываем ее растительным маслом. Выкладываем кабачки с рисом и сыром. Разравниваем массу равномерным слоем по всей поверхности формы. И теперь делаем вот такие небольшие углубления при помощи обычной столовой ложки. Из фарша формируем фрикадельки и выкладываем их в эти углубления. Из данного количества продуктов у меня получается 12 мясных шариков. Я сегодня их готовлю из курицы, но можно взять любое мясо. И свинину, и говядину, и индейку. Любое на ваш вкус. Вот такая получается необычная запеканка из риса, кабачков и мяса. А как это красиво выглядит, согласитесь, и даже в сыром виде. Равномерно распределяем рис с кабачками вокруг фрикаделек. И отправляем наше блюдо запекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Конечно, вы учитываете особенности своей духовки. Времени может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Главное, чтобы в запеканке испарилась лишняя влага. Если у вас электрическая духовка, то за 5 минут до готовности включите режим конвекции, чтобы блюдо сверху немного подрумянилось, как у меня. В запеканке даем постоять минут 5, затем посыпаем измельченной свежей зеленью и подаем к столу. Такое блюдо легко режется на порции, хорошо держит форму и выглядит очень аппетитно. Пробуйте приготовить. Я думаю, такой необычный ужин вся семья оценит по достоинству. И если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Кстати, у меня на канале есть множество блюд с кабачками. Я люблю этот овощ и часто его использую в своих рецептах. Все вы их можете посмотреть в плейлистах «Выпечка» и «Горячие блюда». А я желаю вам вкусного и удачного дня! С любовью, Евгения и Кулинарный канал «Это просто!» Субтитры сделал DimaTorzok